Район новых многоквартирных жилых домов рядом с детским садом «Самострой». Наплевали на закон, строят без разрешительной документации, а заодно и на анапчан. О соблюдении правил безопасности никто и не думал. А ведь здесь ходят дети. Жильцы близлежащих домов возмущены и взывают к совести застройщика. А садик вообще вот окружили все, ни воздуха, ни пространства никакого. Это плохо, мы забираем, ну, «Самострой» забирает у государства, их землю. А это, по сути, воровство. «Самострой чаще строится без каких-либо норм, они могут обрушиться, но это, конечно, приведет к каким-то последствиям». «Самострой бороться однозначно, сносить и все, никаких самостроев. Что это такое? Снесли и все. А что это за безобразие самостроев?» По документам здесь разрешено строительство двухэтажного магазина. Как только строение пошло выше, объект тут же попал под пристальное внимание муниципального контроля. Начались судебные разбирательства. Администрация подала исковое заявление в суд о демонтаже объекта. Застройщик обжаловал решение суда и признал право собственности на пятиэтажное строение. Администрация города подала еще одно заявление. «Кроме того, администрации муниципального образования города Куратанапа было подано исковое заявление о запрете строительства, на которое было признано право собственности на объект незавершенного строительства. Данный иск администрация выиграла. В настоящий момент решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении судебных приставов исполнителей». Специалисты неоднократно пытались связаться с собственником земельного участка, но он скрывается. Муниципальный контроль направил письма руководителям ресурсоснабжающих предприятий. Воды, света и газа в самострое быть не должно. «Управление муниципального контроля с собственником земельного участка по улице Евскина, 18, направлялись письма для того, чтобы привели территорию в надлежащее состояние, на что не было никакой реакции». Администрации курорта подготовлены кассационные жалобы на решение Анапского городского суда и апелляционное определение Краснодарского краевого суда. Тщетные попытки недобросовестного коммерсанта довести дело до конца и получить выгоду от продажи воздуха не увенчаются успехом. Ведь признание права собственности по суду – это не гарантия на подключение коммуникаций. Анапчан же призывают быть бдительными при покупке недвижимости. Список незаконно возведенных домов опубликован на официальном сайте администрации. С этим списком также можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства.